Чудеса Мы не хотим, чтобы чудеса происходили только время от времени, а хотим пригласить Бога в нашу жизнь, сказать, что мы открыты для того, чтобы Бог делал то, что может сделать только Он в нашей жизни и через нашу жизнь. Это тема сегодняшнего урока. Хочу начать с Нового Завета. Начнем читать кое-что из Евангелия, из первых четырех книг Нового Завета от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Четыре Евангелия. Если мы посмотрим на них более широко, мы увидим, что они повествуют нам об Иисусе, Его пришествии на эту землю и Его искуплении. Именно об этом говорится во всех четырех Евангелиях. Они рассказывают нам об Иисусе, не все. Мы очень мало знаем об Иисусе до того, как Он пришел на землю. На самом деле, Его история началась не в Холиву, а в Вифлееме. Иисус был при сотворении, но Евангелия не особо говорят нам об этом. В них также не говорится о том, что было после того, как Иисус вернулся на небеса. Но Евангелие повествует о приходе Иисуса на землю и о Его искупительной работе. Вслед за Евангелием следует книга Деяний. Она повествует о последователях Иисуса, исполняющих поручения. Он пришел на эту землю, чтобы оставить людям поручения. Книга Деяний рассказывает о том, что делали ближайшие друзья Иисуса после Его вознесения. Из Евангелия мы знаем, как они вели себя при Нем. Их поведение не слишком вдохновляло. Если все, что вы знаете о Петре, Иоанне и Иакове, вы прочитали в Евангелиях, вы подумаете, что надежды нет. Это в Деяниях они выглядят как супергерои. Они воскрешали мертвых, молились за больных, открывали глаза слепым. Двери темницы открывались посреди ночи. Они были удивительными героями. А в Евангелиях они похожи на полицейскую академию. Махони, Теклберри, лейтенант Харрис. Зачастую Иисус удивлялся своим ученикам. Неужели вы не понимаете? И они отвечали, ну, как бы нет. Но в книге Деяний мы видим, кем они стали. Затем следует послание к римлянам. Итак, до самой книги Откровения описывается история зарождающейся церкви. Зарождаются не деноминации издания. Зарождается сама церковь. По церковью я имею в виду мужчин и женщин, которые имели личные отношения с Иисусом из Назарета. И верили в то, что Он Мессия, Сын Божий. Они избрали Его Господом, их жизни, и служили Ему как их царю. А вот что значит быть церковью согласно Писанию. Начиная с послания римлянам до книги Откровения, мы читаем об этой группе людей, которые объединились в общину благодаря их отношениям с Иисусом из Назарета. Это церковь. Кто-то скажет, но пастор, книга Откровения не о церкви, а конце века. Да, но это обращение к семи церквям. Если вы не в церкви, вам не понять этого послания. Не забывайте, что Христос — глава церкви. Церковь много значит для Иисуса. Мы живем век, когда значение церкви умоляется. Нам говорят, что церковь — это старомодно и аркаично, что ее идея слишком несвоевременна для нашего прогрессивного, просвещенного общества, что теперь наши социальные системы гораздо лучше, что движение в сторону церкви — это шаг назад, что церковь поджимает наши права, но это ложь. Иисус из Назарета — глава церкви. История церкви не всегда была совершенной, но глаза Иисуса на его церкви на земле. Он присматривает за ней. В конце истории Иисус вернется на землю. Он вернется за своей церковью. Он будет править и царствовать на земле со своим народом. Я хочу привязать к этому еще одну мысль. Мы находим ее в Писании. У разных городов, областей и даже стран есть своя духовная идентификация, и мы должны это осознавать. Аллилуйя! Нам стоит быть более подкованными духовно, чем мы были десятилетия раньше. Иисус взращивает свою церковь перед тем, как наступит конец века. Но также враг человеческих душ поднимает лжецерковь. Поэтому нам понадобится немало духовного разумения и развлечения, потому что разница будет не только в названиях, архитектуре и месте расположения. Воскресное утро — главный показатель ваше отношение с личностью по имени Иисус из Назарета. Раньше мы не особенно бодрствовали в том, чтобы различать. Сейчас нужно быть осторожным. Мы приближаемся к кульминации истории. Способность духовного развлечения ведет нас к тому, что у каждого региона есть своя духовная идентификация. Это не какие-то безумные идеи, это суть нашей веры. Наша вера напрямую относится к духовной реальности. Первый пример этого в Писании — город Иерусалим. Посмотрим, что говорится в 21 главе книги Откровений. Святой город представлен тут. Представьте, если бы Иоанн сказал «святой город, новый Мёрфисборо». Классно было бы, да? Конечно. И я, Иоанн, увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с небес. Иерусалим занимает уникальное место. Бог избрал этот город как эпицентр его послания для всего человечества. Его называют городом Великого Царя. Именно из-за Иерусалима Иисус будет царствовать и править, когда вернется на эту землю. Здорово ведь так? Может, кого-то обижает эта мысль, но это была идея Бога, а не моя. Иисус был иудеем, и в этом городе будет править тот, кто жил как иудей. Не лучшее время для антисемитизма. Иерусалим — святой город, но это не означает, что городу не пришлось многое пережить. Избранный город, конечно же, под особым благословением Бога. Но при этом он сталкивается с суровым противостоянием. Иерусалим разрушали 28 раз. Он был снесен подчистую, но не только Иерусалим имеет свою духовную идентификацию. Возьмем пару других городов. Если говорить о той части света, есть еще Мекка и Медина, два священных города в исламе. Они расположены в Саудовской Аравии. У этих городов тоже есть своя духовная идентификация. Едва ли можно представить себе, что в это воскресенье в этих городах появится Евангельская Церковь, которая свободно будет раздавать людям на улицах трактаты и приглашать желающих на богослужение. Я никого не осуждаю, а просто говорю, что там другая духовная идентификация, и контекст не всегда религиозный. Возьмем Лас-Вегас, город с уникальной духовной идентификацией. Если охарактеризовать этот город одним словом, я, пожалуй, выберу слово «распущенность». Именно так звучит в рекламе Лас-Вегаса. То, что случилось в Лас-Вегасе, остается в Лас-Вегасе. Приезжай в Лас-Вегас и скинь с себя цепи. Сан-Франциско в настоящее время тоже обладает уникальной духовной идентификацией. Подытожив, можно сказать, что этот город поощряет альтернативный образ жизни. И не один, а разные альтернативные стили жизни. Есть и другие города. Возьмем Гринбэй, штат Висконсин. Тоже уникальная духовная идентификация. Город владеет футбольной командой. Город Харше, штат Пенсильвания. Тоже уникальная духовная идентификация. Не все живущие в этих городах одинаково мыслят и верят одинаково. Разумеется, это не так. Но не все жители Лас-Вегаса практикуют распутную жизнь. Не все жители Сан-Франциско избрали альтернативный образ жизни. Я уверен, там есть благочестивый Божий народ. Там тоже проживают люди, посвященные Иисусу из Назарета. Он их Господь и Царь. Таковы есть и в Лас-Вегасе, и в Сан-Франциско, и в Нейке, и в Медине. Не все люди в этих городах мыслят под копирку. Однако значительная часть населения этих городов относит себя к приверженцам конкретной мысли. Эти города привлекают к себе людей, согласных с данной идентификацией. Я решил вам показать это, потому что я хотел бы сделать вам одно предложение. Предложить то, что мы как церковь сами реализовать не сможем. Для этого нужно, чтобы подключились и другие церкви. Что если нам сделать все от нас зависящее, чтобы наш регион, Мидл-Теннесси, стал известен в стране и в мире, как регион с крайне активным христианским населением? Как вам такая идея? Я не верю, что это может произойти случайно. Так, не означая, без нашего участия, это может произойти, если люди в нашем регионе посвятят себя Господу. Жители городов, которые мы с вами упомянули, в некоторой степени тоже посвятили себя определенным идеям. И они не стыдятся, они неуклонны. Они подстроили под себя целые города. Духовные силы, под власть которых они вошли, дали им свой окрас. Они влияют на местную политику, местный бизнес, на школы. Они сильно влияют на общество. Я считаю, что точно так же Мидл-Теннесси может определяться теми людьми, которые посвятили себя Иисусу. Все начинается, и все заканчивается. Не нашей общиной. Мы не стояли у истоков. У Мидл-Теннесси есть свое наследие. Мы многие годы были центром христианской печати, христианских университетов, отражением христианской культуры. Из этого места она распространилась по стране и по всему миру. И сейчас, в 21 веке, хотелось бы перезарядить наследие. Снова разжечь его огонь. Для этого мы должны сказать, «Господь, вот мы, используй нас». Я тоже так подумал. Прекрасная мысль. Мы должны решить, мы будем просто ходить в церковь по воскресеньям и относиться к нашей вере как к пожарному полюсу, или мы дадим Богу центральное место в нашей жизни. Я могу представить себе, что наши дети продолжат наслаждаться правами и свободами, которые имеем мы с вами, только в том случае, если христианская вера получит новый заряд. И это должно произойти в наших общинах. Спасибо за энтузиазм. Эти свободы не будут предоставлены политиками или законотворческими органами. Они не станут последствием изменений в образовании или экономического роста. Не думаю, что без отношений с Иисусом человечество продолжит предоставлять людям такие свободы. Поэтому церковь Иисуса Христом я не имею в виду только нашу общину. Я имею в виду всех верующих в Иисуса, которые поднимутся вместе, чтобы с новой силой, с новым энтузиазмом предложить этому обществу существенные перемены. Это происходило снова и снова на протяжении двух тысячелетий церковной истории. Мы все еще стоим перед выбором, каким будет 21 век, какое наследие оставит после себя церковь. Мы с вами живем на Западе. Мы имеем беспрецедентные возможности и инструменты. Иисус обращается к своим самым близким друзьям. Петр, Иаков, Иоанн, Лазарь, Мария, они всегда были с ним. И он дает им повеление, не оставляйте Иерусалим. Они провели с Иисусом три года. Он учил их лично, наставлял их, они слышали его публичные проповеди. Аудиоколлекция «Триумфальная жизнь» рассказывает о том, как научиться жить так, чтобы нами двигал Бог. Четыре уникальных послания пастора Аллена помогут понять, что хождение с Господом — это не бремя. Это может стать для вас высочайшей честью и привилегией. Получите аудиоколлекцию «Триумфальная жизнь» в виде набора CD-дисков или на USB-носитель. Это наш подарок, если вы позвоните нам или зайдете на наш сайт, адрес которого на экране. Спасибо, что поддерживаете служение Аллена Джексона. Итак, ученики участвовали во всех процессах, происходивших вокруг Иисуса. Они ходили по воде, видели, как воскресают мертвые, видят слепые. Им есть что рассказать. И только посмотрите на выбор слова «деяние», первая глава. «И собрав их, он повелел им...» Слово «повелел» звучит как строгий приказ. «Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Ученики видели, как Иисус умер на римском кресте. Воскреснув, Он являлся им в течение 40 дней. Им есть что поведать людям. Они прошли уникальную подготовку. А вот как я представляю себе этих людей. Мой отец был ветеринаром. Он всю свою жизнь посвятил лечению животных. Одной из его обязанностей был уход за породистыми верховыми лошадьми, которые участвовали в лошадиных скачках. Будучи детьми, мы часто ездили с ним на грузовике за скакунами. Я знаю, как они бывают опасны. Скакуны не лучшие питомцы для ваших детей. Их призвание — быстро бегать. Их тренируют для этого. Все их питание связано с этим. Ежедневные физические занятия. Готовят их к скачкам. Им предоставлено все необходимое. Лишь бы только, оказавшись на старте, у них была в голове лишь одна мысль «Вперед!» Похоже на то, как езжу я. Скакуны настолько осознают, что происходит, что в день скачек они очень заволнованы. Бывает, они сильно нервничают в этот день. Существует опасность перегореть раньше времени. Но лучшие лошади этого не делают. Становясь на старт, когда вокруг них толпа народа, огни и различные цвета, лошади становятся другими. Последнее препятствие перед стартом — это ворота. Специально обученные люди выстраивают их в ряды, чтобы они не подавили друг друга на старте. И когда звучит выстрел, на долю секунды все замирает. А в это мгновение происходит взрыв, скопившийся энергией. Лошади были сконцентрированы на том моменте, когда они могут броситься вперед. Они были готовы и ждали команды «Марш». Именно такими я представляю себе апостолов. Они провели с Иисусом три года. Они все видели своими глазами. Все разворачивалось прямо перед ними. Они обучены и подготовлены. Они видели, как Он умер, а затем воскрес. И Он сказал, «Теперь ваша очередь». И вот они рвутся вперед. Но вот Иисус дает им повеление «И за Иерусалима ни ногой, пока не будете крещены Духом Святым». В 20-й главе Иоанна Иисус пришел к ним воскресший, дунул на них и сказал «Примите Духу». Я посчитал, что это уже было рождением свыше. Но Он провел 40 дней, готовя их к тому, что Он уйдет, но придет при этом помощник. Что же тогда делать нам с вами? Потому что дело не только в том, что вы окажетесь на небесах, но в том, что вы делаете на земле. Я не говорю, что мы заслуживаем место на небе своими делами. Но смысл не в получении страхового полиса от попадания в ад. Он сказал «Ждите». И в первой главе Деяния Иисус вознесся на небеса. А во второй главе на землю сошел Дух Святой. Но еще до этого Иисус сказал им «Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой». Будете мне свидетелями? «Вы получите силу, чтобы быть мне свидетелями». Но нам уже есть, что рассказать людям «Мы столько пережили с тобой, у нас есть знания». «Ты нам столько всего объяснил». «Мы слышали притча «Сеятель», притча «Женихе». О десяти девах. У нас есть совместная история. Мы можем показать людям живого Лазаря, в конце концов. Они готовы взяться за дело, приступить сейчас же. Но Иисус говорит «Подождите». «Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой». Именно это и происходит во второй главе книги Деяния. На землю излился Дух Святой. И это взволновало весь Иерусалим. Собралась большая толпа. И Петр обратился к ним. Я в двух словах расскажу, о чем он говорил им. Это вторая глава Деяний. Он сказал «Бог воскресил Иисуса, и мы стали этому свидетелями». Что стоит в центре изменений, которые Господь приносит в наше сердце, наше личное свидетельство? Петр не представил им доктрину или богословие, он не обращал их в новый стиль поклонения, не затрагивал их религиозные уставы. Он просто сказал им «Бог воскресил Иисуса из Назарета». «И я тому свидетель». Я видел его живым. Самое сильное послание внутри вас. Это ваша личная история с Богом. Это то, что Бог сделал вас. Это уже законченное дело? Нет. Мы еще в процессе. Мы несовершенные люди. Петр тоже несовершенен, как станет ясно из книг Деяний. Но у нас с вами есть свидетельство, которое также важно. И также сильно может повлиять на наше поколение, как и то свидетельство, которое Петр и Иоанн, и Аков несли своему поколению. И поскольку мы мало в это верим, этого так не достает. И в Пятидесятницу с учениками случилось еще кое-что. К ним пришла смелость. Конечно, давайте воздадим Господу славу. Они стали дерзновенными людьми. В четвертой главе Деяний их уже арестовали. В первой главе Деяний они еще ели с Иисусом, а в четвертой главе они уже арестованы. Отметка в личном деле. Будет трудно найти работу. Резюме явно подпорчено. Их арестовали за их энтузиазм. Они предстали предсинедрионом, группой людей, устроивших казнь Иисуса. Смотрите, что они говорят. Это 12 стих. Нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Уверяю вас, это невероятно смелое заявление. Нет другого имени под небом данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. В 21 веке я знаю не много людей, кто смог бы сделать такое публичное заявление. Не Моисей, не Илья. Они заявили об этом иудейским лидерам. Только именем Иисуса из Назарета может спастись человек. Смотрите, как реагируют на это Синедрион, видя смелость Петра и Иоанна. И приметив, что они люди не книжные и простые, они удивлялись. Между тем узнавали их, что они были с Иисусом. Они вдруг обрели смелость. Еще совсем недавно, несколько дней назад, когда Иисусу нужен был друг, защитник, союзник, они все попрятались. Они не встали на его защиту. Теперь же они предстали пред людьми, устроившими его казнь. И говорят, спасение только в имени Иисуса. Те смотрят на них и недоумевают. С этими клоунами что-то случилось. Да, случилось. Они обрели новую смелость и силу. С ними случилось нечто, не поддающееся объяснению. На них сошел Дух Святой. И это потрясло весь Иерусалим. Начинается миссия, которая потрясает город и окрестные селения. Она за несколько лет распространяется до самого Рима. Эта миссия отличается от служения Иисуса в Израиле на протяжении трех лет. Учение Иисуса, его невероятные чудеса и знания ограничивались лишь землей израильской. Иисус говорил, «Я пришел к потерянным овцам дома Израиля». Он пришел, чтобы служить в городах и селениях Израиля. Земное служение Иисуса не имело глобального характера. Однако своим последователям Он дает всемирное поручение. Он дал им силу это осуществить. И теперь они потрясли весь Иерусалим. Личное служение Иисуса не потрясало город в таком масштабе. Как же это объяснить? Что-то творит Дух Божий. Поэтому, я думаю, важно понимать, что противление Евангелию... Противление Иисусу имеет сугубо духовные корни, а не материальные. И поэтому, для того, чтобы побеждать, нам нужна духовная сила. Мы не сможем собственной мудростью своими усилиями как-то перехитрить само зло. Я не говорю, что наше усилие, наше мышление и организация ничего не значат. Но чтобы совершить то, к чему Бог нас призвал, нам нужно что-то большее, чем мы сами и наш интеллект. Но вот вам хорошая новость. Бог дал нам все это. Дал все, что нужно. Мы уже прочли в Деяниях, первой главе, «Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, Иудее, Самарии, до края земли». Итак, что я хотел этим сказать? Чудеса Божии имеют большую силу, чем наши усилия. В последние десятилетия в западных церквях доминирует мысль о том, что наша главная цель — преобразовать свое мышление так, чтобы мы могли понимать людей за стенами церкви. Мы хотим иметь понимание, сострадание, сочувствие. Я не говорю, что не нужно оказывать людям милости, проповедовать благодать, но я не считаю, что то, что мы эмоционально постараемся войти в их ситуацию, когда-нибудь поможет им принять Евангелие. Для этого нужно сверхъестественное вмешательство всемогущего Бога, потому что в основном это не рациональная битва. Это даже не битва идеологии. Для того, чтобы победить силы тьмы в нашей жизни и в жизнях других людей, нам необходима Божья сила. Евангелие — это послание, которому дает силу Божий Дух. И поэтому простая и ясная весть об Иисусе, которую вы слышали, на самом деле так глубока. Когда вы открываете свои уста, чтобы рассказать другим, или когда сами принимаете эту весть, Дух Божий дает силу этому посланию. Это то, на что реагирует Дух Божий. Если мы будем превозносить Иисуса, Дух Святой будет действовать за нас, в нас и через нас. И, конечно, в Евангелиях нам дана библейская модель. Они несли историю об Иисусе из Иерусалима в Рим, проходя множество препятствий. Дух Святой и сейчас, когда мы готовы сотрудничать с Ним, делает мощной весть об Иисусе. Аудиоколлекция «Триумфальная жизнь» рассказывает о том, как научиться жить так, чтобы нами двигал Бог. Четыре уникальных послания пастора Аллена помогут понять, что хождение с Господом — это не бремя. Это может стать для вас высочайшей честью и привилегией. Получите аудиоколлекцию «Триумфальная жизнь» в виде набора CD-дисков или на USB-носитель. Это наш подарок, если вы позвоните нам или зайдете на наш сайт, адрес которого на экране. Спасибо, что поддерживаете служение Аллена Джексона. Никакая религиозная лекция или проповедь не имеет смысла, если проповедник не приглашает принятие Иисуса в свою жизнь. Поэтому я хотел бы помолиться вместе с вами, дать вам возможность пригласить Его в вашу жизнь. Я уверен, Он знает все детали вашей жизни. Отец, благодарю тебя, что ты наблюдаешь за нами, заботишься о нас, любишь нас. Спасибо за твое слово, за то, что ты призываешь нас доверить Тебе все в нашей жизни. Дух Святой, мы просим Тебя принести здоровье в наше тело, мир в разум и надежду в душу. Ты сделаешь это во имя Иисуса. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборе. А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok